Самое маленькое счастье этой семьи Ольга держит на руках. Даши три месяца и родилась она в первой собственной квартире мамы и папы. Кроме Даши в семье растут Ева, Маргарита и Анна. Она сейчас дает пробный экзамен. И теперь почти у каждой принцессы своя комната. В 2020-м семья оформила ипотеку с господдержкой. Добавили маткапитал, губернаторский сертификат и сократили кредит на жилье сразу на 14 лет. А в январе переехали. У меня ребенок учил по ночам уроки. Вот вы не поверите. Я говорю, ложись спать, дочь. Она говорит, мам, я не могу, я хочу спокоить. Они же не дают. Или мы уходим гулять. Она старается в это время делать уроки. Гуляем же постоянно по два, по три часа. После двухкомнатной хручевки младшие тоже заметили разницу. Бегать, потому что зал, конечно, был большой. Но этот диван был еще больший. И мы могли подскоткнуться от дивана. И на этом полоса удач не закончилась. В апреле Ольга подала заявку на получение выплат детям от трех до семи лет. Я рассматривалась в пределах месяца. Просили позвонить. Я не звонила. То есть, узнать, то есть, говорили там, что уже все, нужно позвонить. Просто на госуслуги это попозже приходит. Но нет, мне пришла смс, что у меня одобрение на двух ребятишек 100%. А это больше 10 тысяч рублей. Все деньги семья вкладывает в ремонт новой квартиры. Подавать заявку вновь стали после 1 апреля, когда изменились критерии для получения этих выплат. Условия стали сложнее, но справедливее, считает в Минсоцзащите. Наиболее частая причина отказов – это порядка 36%. Это то, что оба трудоспособных родителя не имеют трудовых доходов. То есть, они не работают. Вторая причина отказа – это порядка 25%. Это превышение трудового дохода, допустимого, среднедушевого, то есть, одного прожившего минимума. Но есть еще в качестве причины, которая была серьезной проблемой в прошлом году – это отсутствие совместного проживания заявителя с детьми. В Алтайском крае эту выплату сейчас получает больше 15 тысяч семей. Однако это лишь начало, уверены в министерстве. Заявка обрабатывается месяц, так что окончательные цифры планируют озвучить в августе.